Привет, мои биатлонные друзья! Завтра в Хакфильцине стартует третий этап Кубка Мира. Ну а сегодня разберем все последние новости, что, как проходит подготовка к этому соревнованию. Ну и главное, сегодня прошли еще гонки в рамках Кубка России, индивидуальные гонки в Ижевске и Чайковском. У мужчин победу одержал Семен Сучилов, что, собственно, и требовалось доказать. Во-первых, то, что это хороший спортсмен для внутренней арены, но, во-вторых, тот факт, что якобы у нас там огромная скамейка, куча молодежи талантливой. Ну вот приезжает человек, который был на Кубке Мира худшим среди россиян и, в общем-то, играючи всех выносит в первой же гонке. И второе место занял, соответственно, Кирилл Стрельцов с одним промахом, так же, как у Сучилова, а третьем с двумя минутами штрафа был Александр Поварницын. Примечательно, что Стрельцов и Поварницын переболели коронавирусом недавно, но у них эта болезнь не сильно отразилась на их состоянии. Мы видим, форму они набирают, и оба будут претендовать на попадание в национальную команду после Нового года, в чем я, собственно, не сомневаюсь. Посмотрим, конечно, как они еще другие старты проведут, но Стрельцов действительно впечатляет. Что касается женских стартов, то там Екатерина Машкова одержала победу, уже который этап она выглядит очень прилично, и на контрольных стартах тоже хочется верить, что это не декабризм, а действительно качественный шаг вперед, который удалось сделать спортсменке в этом межсезонье. Второе место заняла Евсюнина из Новосибирской области, ну, за счет чистой стрельбы, то есть тут не может быть каких-то иллюзий по поводу этой спортсменки в национальной команде, ну, а третье, подтвердив свой класс, стала Татьяна Акимова с четырьмя минутами штрафа, она по-прежнему самая быстрая, в большом порядке находится, ну, и важно, что набирает очки, ей надо сохранять лидерство в Кубке России, чтобы отобраться на январь, а в Хохфильсене на четвертом этапе стоит выступить, я слышал, что как бы еще окончательное решение не принято спортсменкой, ее супругом и окружением, но я советую вот все-таки съездить и выступить в этой гонке, потом будет отбираться тяжелее, приехать в Антхольц и там показывать результат на заказ, когда у тебя это единственный шанс, это гораздо труднее, чем, допустим, сделать это в Хохфильсене, стартовав на свежачка, и потом, когда не надо будет квалифицироваться, она пройдет в квалификацию, в Хохфильсене может спокойно стартовать в январе в Оберхофе. Ну и, конечно, приятно все-таки, что ситуация с Акимовой разрешилась таким образом, устранились сразу все и технические проблемы, и прочие противоречия, и уже старший тренер согласен ее в спринт поставить, в общем-то, тут надо отдать должное руководству СБР, что они эти проблемы порешали Виктору Майгурову, я думаю, что без его твердой руки, конечно, ничего бы этого не произошло, поэтому вот где молодец Виктор Викторович, тут молодец, никаких вопросов. Ну и переходим постепенно к другим новостям, то, что как команда добирались, ну, насколько знаю, были прямые рейсы из Юэнсу в Зальцбург, от Зальцбурга до Хохфильсена рукой подать, и, кроме того, приехали, вот что удивительно, кстати, в Альпах, сейчас огромный снегопад, есть фотографии кучи из Убертильеха, где машины разгребают из-под снега, там все засыпано напрочь, там же и монгольская команда оказалась засыпана, которую тренирует наш наставник Александр Попов, и они также, монголы, готовятся к январским выступлениям на Кубке IBU, надеемся, что эти соревнования все-таки состоятся, вот, и рядом, если брать Доломитовый Альпы, тот же Тоблах, очень много снега, мне и оттуда передают знакомые, вот, а в Хохфильсене как-то со снегом беда, что даже в первый день закрыли трассу, спортсмены вынуждены были тренироваться где-то в других местах, снега там совсем мало, маленькая белая полоска, ну, конечно, гонкам насыплют и проведут, тут сомнений быть не может, австрийцы очень щепетильные в этом дело, или, если надо, и силы армии подключат, а там рядом воинская часть находится, вообще-то военный объект, и, собственно, армия участвует в организации всех биатлонных соревнований, которые проходят в этом месте. Ну, еще одна неприятная ситуация, это то, что некоторые спортсмены по-прежнему не могут сдать отрицательный тест на коронавирус, есть проблемы у румын, у молдаван, наша Елена Черкова, в общем-то, которая перешла сейчас в команду Румынии, испытывает трудности в сборной, молдовы тоже спортсмены болеют, и Еленко, по-моему, насколько я знаю, еще кто-то, ну, и неприятная ситуация произошла с нашим соотечественником Александром Каспировичем, главным тренером сборной Болгарии, он в гостинице спалился перед видеокамерой, то, что без маски заходил к спортсменам, которые находятся на карантине, а это муж с женой Десси Стоянова и Митка Герджиков, Десси должна была вернуться после рождения первенца в большой спорт, в результате ее не смогли поставить, и даже в эстафельке пришлось бежать Стефани Поповой, которая уже в последнее время не выступала, а работала сервисером национальной команды. Но спортсмены сейчас дали отрицательный тест, и болгары пытаются ограничить дисквалификацию Каспировича, который до Нового года дисквалифицирован, чтобы с него сняли запрет, позволили ему работать, поскольку, ну, на самом деле никто не заразился. Но, тем не менее, штраф 5000 евро, это серьезно, ну, и Александр Владимирович, будьте повнимательней, поаккуратней, вот, неприятно, что такая ситуация произошла, но будем надеяться, что все хорошо, и IBU пойдет навстречу, ограничившись там строгим выговором, ну, и справедливым штрафом. Также есть некая информация по Алексею Слепову, причем даже зарубежные источники мне подтверждают, что вот есть такие проблемы у него, и грозит ему два года в итоге, пока никаких решений не было принято, ни со стороны Русада, ни со стороны СБР, но спортсмен отстранен, в итоге все-таки нашли какие-то веские доводы за то, что нарушил он антидопинговые правила, чтобы засчитать ему этот третий флажок, ну, и в итоге тут стандартные два года, ничего не попишешь, Алексею, конечно, в такой ситуации не позавидуешь, поэтому желаю ему сохранять бодрость духа, и, ну, как-то попробовать себя в другом виде реализовать деятельности, может быть, в это время, и либо же оспорить как-то, попытаться эту дисквалификацию, трудно сказать, что можно пожелать Алексею, но хочется, чтобы его карьера не заканчивалась столь бесславной, он еще сказал свое слово обязательно в спорте. Высказывания Анфисы Резцовой также, конечно, сотрясли весь мир и по поводу допинга, и переливания крови, и прочего-прочего, но что у человека на уме, то у Анфисы Анатольевны на языке, поэтому к этому надо привыкнуть, ничего в этом нет, она такая, какая она есть, мы должны ее уважать, ценить как заслуженную спортсменку, но где-то, вот, высказывания, причем не только о допинге, там и о коллегах много, о той же Любови Егоровой, правда это или неправда, тут сказать трудно, но она говорит то, что есть, и, собственно, ничего удивительного, удивительно то, что люди до сих пор на это как-то остро реагируют и удивляются. Я вот, например, для себя какие-то определенные выводы с этими высказываниями сделал, и отношусь к ним достаточно спокойно. Вот, Анфисе Анатольевне здоровья, долгих лет, больше сказать мне нечего. Вот, ну и, собственно говоря, завтра ждем результатов, будем смотреть спринтерские гонки, болеть за наших, и очень хочется надеяться и верить в то, что будет открыт счет медалям именно в Австрии, где обычно все складывается для наших спортсменов хорошо. Я, кстати, сделал этот прогноз, что на одном из австрийских этапов мы медаль завоюем. Это было в нашей программе штрафные 150 на троих, поэтому смотрите, я думаю, мы будем этот опыт повторять еще и после других этапов. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. Продолжение следует...